Здравствуйте! В эфире 24КЗ «Хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня». С вами я, Анастасия Шайнусова. Сегодня в выпуске. Лёг на проезжую часть. В Алматы расследуют обстоятельства смерти одного из пешеходов. Лишоник под кайфом. Какое наказание грозит нетрезвому водителю трактора из Усть-Каменогорска? Сергек бдит. Какие еще нарушения научилась фиксировать система? Превентивные меры. Более тысячи квадратных метров льда раздробили спасатели ДЧС ВПО на реке Горная Ульбинка. Полиция Алматы расследует обстоятельства трагического ДТП, унесшего жизнь пешехода. Мужчина, находясь в неадекватном состоянии, сначала пытался остановить проезжающие машины, а затем и вовсе лег на проезжую часть. Его переехала иномарка. Инцидент произошел на улице Тора Игорова вблизи улицы Сайна. По данным очевидцев, мужчина был в черной одежде, а улица практически не была освещена, что сильно затруднило видимость. Водитель Toyota Camry не заметил лежащего на проезжей части человека и допустил наезд. Он осознал произошедшее лишь после того, как проехал несколько десятков метров. Пешеход скончался до прибытия скорой помощи. До пяти лет лишения свободы грозит лишеннику, севшему за руль в наркотическом опьянении. Житель Усть-Каменогорска под воздействием запрещенных веществ разъезжал по городу на тракторе. К счастью, никто не пострадал. На подозрительную езду трактора марки МТЗ-82 обратили внимание патрульные полицейские. При остановке выяснилось, что 27-летний водитель ранее был лишен водительских прав сроком на 7 лет. Однако это не остановило мужчину, и он вновь сел за руль под кайфом. Начато досудебное расследование. По данному факту начато досудебное расследование по статье 346 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Управление транспортным средством лицом, лишенным такого права и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. А равнопередаче управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. С начала года в Казахстане под колесами автомобилей погибли 556 пешеходов. 478 из них на пешеходных переходах. Для снижения числа ДТП со смертельным исходом в Алматы запустили пилотный проект. Отныне интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности СЕРГЕК будет фиксировать водителей, не пропускающих пешеходов. По информации МВД, если автомобиль проехал после пешехода, это не считается нарушением правил дорожного движения. Однако, если водитель не уступил дорогу пешеходу и не остановился, ему будет выписан штраф. Также будет зафиксировано административное правонарушение, если как пешеход, так и транспортное средство находятся в одной зоне пересечения. Кроме того, СЕРГЕК начнет фиксировать и такое нарушение ПДД, как непристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров переднего сидения машины. Более тысячи квадратных метров льда раздробили спасатели ДЧС ВКО. Профилактические взрывные работы были организованы в поселке Горная Ульбинка в Глубаковском районе. Как оказалось, здесь, на реке, в результате резкого понижения температуры, образовался ледовый затор. К образованию ледового покрова привело резкое похолодание до минус 35 градусов. Лед на реке создает затор, который мешает свободному течению воды, что чревато затоплением близлежащих населенных пунктов. В целях недопущения таких ситуаций сотрудники ДЧС совместно с представителями Акимата занимаются промывкой водопропускных сооружений, очисткой ручьев от шуги и другими превентивными мероприятиями. Три, два, один, взрыв! Профилактика еще никого не подводила. Иногда действовать на опережение – жизненная необходимость. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес – кезикщаболем – собачка.gmail.com На этом у меня все. Увидимся на телеканале 24KZ. Субтитры создавал DimaTorzok